Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я весьма рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите мой челлендж Апокалипсис, у нас первое поколение и тринадцатая серия. Всем добро пожаловать, у нас с вами воскресенье. Воскресенье уже два часа дня, да, и сегодня то самое воскресенье, когда мы можем заходить в режим строительства, покупать разные ништячки для нашего дома, а также двигать предметы в одну клеточку, если это требуется. Вот, и, кстати, наша Джулия уже пришла только что, вот как раз с работы. Да, расписание у нее не поменялось, но зато, как вы можете заметить, у нас продуктивность сейчас находится вот здесь. И нет, слава тебе, господи, нас не понизили, наоборот, нас повысили. Джулия принесла наконец-таки долгожданное повышение, господи, когда это было, вот, повышение до культурист-чемпион. Вот так вот, наша Джулия наконец-таки добралась до седьмого уровня в своей карьере. И завтра она работает, затем у меня выходной, блинские. Вот неудобные, конечно, вот эти вот выходные, вторник, четверг, и, получается, они нам как раз перепадают. И, ну, в понедельник мы точно не получим повышение, мы где-то будем вот здесь, может быть. В среду мы будем где-нибудь, может быть, вот здесь. Ну, короче, это только если в пятницу нам дадут восьмой уровень. Ой, не люблю, не люблю я выходные, короче, как вы могли заметить. Ну, в апокалипсисе они, конечно же, абсолютно ни к чему. Жалко, кстати, что нету какого-то, знаете, ручного, в общем-то, редактора, расписания. Ну, мало ли, вот я хочу, чтобы мы с ним работали там каждый день. Ну, вот надо мне. Мне кажется, это было бы клево. Задание у нас рабочее, ежедневное, которое нам нужно сделать, абсолютно не поменялось. Это руководить обучением фитнесу, это очень круто, потому что это как раз-таки то, что нам нужно. Наша Джулия пришла с работы, вся такая счастливая, с повышением, хочет поскорее заключить в объятия своего маршала. Это такая милота. А маршал у нас, наконец-таки, наконец-таки он занимается делом. Да, он перестал отдыхать. Мне тут написали в комментариях, что что это он вообще балду гоняет. Ничего не делает. На самом деле, это моя вина. Я протупила. Да, и, кстати, давайте я вам пока что быстренько покажу наши обновочки, что у нас появилось в домике. И, как вы можете заметить, это, наконец-таки, шахматный столик с двумя стульчиками. Да, теперь наши симы могут играть в шахматы. Я уже посадила за них маршала, потому что ему нужен будет десятый уровень аж в навыке логики, для того, чтобы закрыть его карьеру, за которую я очень сильно переживаю. Вот, и завтра он, наконец-таки, пойдет на свою работу. Господи, неужели это свершилось? Да, и, как вы можете заметить, у нас еще появился вот этот вот агрегат. Вот зелененькая раковина. И это еще не все на самом-то деле. У нас еще появился вот здесь вот унитаз, ту же, естественно, зелененький. Мы же наш домик делаем веселеньким, как вы помните, таким радужным, разноцветным, чтобы было весело, чтобы было не скучно играть, и чтобы настроение было отличное, как у меня сегодня. А вот настроение у меня поистине отличное. Планирую прям это, как это сказать, как это по-русски сказать, планирую покорять вершины Эвереста и вообще сворачивать горы вместе со своими симами, вот, наконец-то. Так, и да, я хочу, чтобы маршал поиграл в шахматы, конечно, вот. Ну, а Джулия у меня побежит сейчас сюда, и, конечно, я понимаю, что у тебя очень все плохо с досугом, но, дорогая моя, я тебе скажу, что повысить его вот так вот быстренько, как мы любим, да, с помощью вуху мы никак не сможем, нам за ней трафик. И приглашает на празднование дня рождения. Спасибо, конечно, тебе большое. Джулия так расстроилась, что не может пойти на день рождения, что аж стало грустно. Боже мой, бедняжечка ты моя. Да, скажи. Ой, маршал, привет, ты знаешь, я сегодня повышение принесла. О, скажи, это круто, ты такая молодец, я тебя поздравляю. А я вот, наконец-таки, взялся за ум, решил поиграть в шахматы. Ну, правильно, правильно, играй, отлично, молодец. Да, я думаю, можно будет потом приготовить покушать. И я думаю, что мы будем прям активно прокачиваться. Да, у нас тут найдет наш бизнесмен, бизнесмен Клим Мороз, которого мы определили с вами бизнес. Также идет девушка по имени Саммер, да. Вот такая вот очень колоритная девушка, нравится мне. Ну, и, конечно же, наша Беллочка Магоу, он все, в принципе, как обычно. Да, у Симико все хорошо, погода у нас на острове прекрасная. Вот, не скажу, что я сильно этому счастлива, потому что, ну, в конце-то концов, сула недовыдает нам уже хоть что-нибудь. Потому что засудят же меня зрители, скажут, что это у тебя за апокалипсис вообще. Отдых на райских островах у тебя, а не апокалипсис вообще. Что это такое? Вот то ли дело у остальных девчонок, вот у них там трешательное вообще. А у тебя так, просто чисто это, ха, растереть, плюнуть растереть, как говорится. А вот, так, и какой это у тебя будет уровень? Ну-ка, давай, давай покажи-ка мне. Наверное, второй будет уровень в логике, какой у него еще может быть. Ну да, второй уровень. Ну, молодец, хотя бы уже, хотя бы так. Так, о, отлично, слушай, ты еще же цепь при этом свою исполняешь. Ну, молодец, молодец, мультизадачность, это по-нашему, это хорошо очень. Так, Джулия у меня, да, повышает потихонечку досуг свой, вот. Это просто замечательно. Так, ну мы тут с Маршалом, в общем-то, поели. Джулия нам снова приготовила жареную курицу, за что огромное спасибо, конечно. Да, Маршал у нас набрал третий уровень в логике. Я, в принципе, хочу, наверное, чтобы он у меня на этом остановился. Вот, чтобы он стал вот сюда, вот сюда. И чтобы Джулия, которую, кстати, я отправила поспать пока что, чтобы она проснулась. Вот, и пошла потренировала своего любимого ненаглядного. Вот, давай наставничать, пожалуйста, отлично, ты себя прекрасно чувствуешь. Вот, это очень-очень важно, развивать фитнес, конечно же, для того, чтобы, если вдруг, если вдруг мы будем не успевать с нашей карьерой тайного агента, то чтобы мы Маршалом могли управлять в течение его старости, в течение его пожилого возраста. Так, отлично, логичный ход, разминка для ума. Слушай, прикольно, конечно, тебе в шахматы реально логику попрокачивать. Ой, Джулия у нас уже о детках мечтает, боже мой, какая милота. Да, я думаю, они у тебя обязательно будут, вот, но это напрямую зависит от тебя, когда они у тебя будут, потому что нужно закрыть нашу карьеру, я уже об этом говорила вам. Слушайте, ну, конечно, очень медленно повышаются наши обаяния. Я вот прям кучу-кучу действий надавала, связанных с обаянием, а у нас до сих пор даже третий уровень не появилось. Но это прям надо, наверное, все-таки, чтобы было уверенное состояние. Да, у нас тут Бобби Ломбард стоит, противник экологии. Бобби у нас, я смотрю, пошел во все тяжкие, да. Вот так вот, вот так вот бывает в жизни огорчение. Наши друзья переходят на темную сторону, на сторону мафии, да. Так, ну что, у нас с вами уже 5 утра, да, практически 5.20. Джулия у меня отправилась мыться. Кстати, тут такое было, вот, я, правда, не засняла. Не совсем успела. В общем-то, у меня Джулия чуть было не нарушила комендантский час. Ребят, вот это вот очень опасно сейчас, то, что вот... Именно, конечно, в каком смысле опасно? Если вы играете в Апокалипсис, как и я, то очень опасно вот это вот нововведение. То, что Симы, где-то учуяв вот здесь вот в округе поблизости своих друзей, они норовят к ним прям бежать стримглав. Вот у меня точно таким же образом Джулия учуяла. Вот здесь вот, как вы помните, стоял Бобби, да, и тут нервно что-то психовал, раздумывал, чтобы ему такого плохого сделать, чтобы мафия покормила и похвалила. Вот, и Джулия просто... Я ей дала ей действие покушать курице, она вдруг переоделась и начала... И вот через задний вот этот вот, через чёрный вход, как говорится, она начала бежать и где-то вот до сюда добежала, я ей и действие отменила. И всё. Я уже не знала, что делать. Всё, я думала прощаться с жизнью, прощаться с ещё десятью тысячами, при том, что это абсолютно не по моей вине, я ей не давала этого действия. То есть это, ну, как бы... Я прям очень распереживалась, но она вот услышала меня, наверное, что симовод переживает, что симовод боится, и она вовремя остановилась. Так, Макинтош, вставай, будешь есть тухляк. Вот, да, добро пожаловать в апокалипсис, как бы всё в порядке. Что это? Целоваться с Джулией. Какая прелесть. Кстати, я не помню, можно закреплять желание или нет. Ой, я забыла. Я забыла, блинский, я забыла ему отметить действие. Ладно, ничего страшного. Ничего с тобой страшного не случится. Кстати, у нас же есть теперь прямо здесь раковина, можешь помыть ручки. Так, ребят, у нас тут карточка шанса. Я решила вам этот момент показать, потому что он очень важный. Я аж уже заикаться немножко начала. Боюсь я карточек шанса. Да. В общем-то, слуховая выразительность. Джулия пытается выжать новый рекордный вес. И почти поднимает штангу. Нифига себе ты там даёшь. И хотя ей не нравится, когда другие персонажи кряхтят в спортзале, Джулия думает, что в этом случае несколько утробных звуков только помогут. Кричать, сохранять молчание. Ой, слушайте, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что делать. Ну, может быть, попробуем покричать. А вдруг правда поможет. Я не знаю. Боже мой, хоть бы понижения-то не было. О, рост продуктивности малый. Фух, слава тебе, господи. Джулия кряхтит, ворчит и с невероятным усилием поднимает штангу. Джулия может устраивать бесплатный спектакль в спортзале, но вся явно под впечатлением, что она всё-таки смогла поднять такой вес. Фух, умничка моя, ещё я настроение уверенно получила. Триумфальное кряхтение. Боже мой, кто знал, что утробные звуки помогут поднять на 30 кг больше. Боже мой, девушка, ты просто отжигаешь. Умница, умница моя. Всё, ребят, я опять отключаюсь и присоединюсь к вам, когда персонажи придут с работы. Так, ребята, у нас Джулия вернулась с работы. Да, она получила 651 миллион, всё отлично. И тут треклятая слава настигла нас и в апокалипсисе. И это означает по правилам апокалипсиса, что теперь... Что теперь маршал не имеет права общаться со своей любимой, а только она может делать по отношению к нему действия. Боже, это просто кошмар какой-то. Зачем? И за что нам дали эту одну звезду? Это просто кошмар, конечно. Но вот с этими вот повышениями тоже эта слава будет сейчас постоянно набираться. Просто не могу, за чаем, за что? Так, давай, пожалуйста, стирать в корыте. А можно положить в корзину для белья? А, слушайте, нам же что ли стиркой пора заниматься, да? Да, точно, слушайте, у нас уже полная корзина. О, сейчас начнётся особенный вид мазохизма и трешатины. Да, я думаю, что мы сейчас с Джуликом, конечно, поубираем. Кстати, расскажи, как тут у тебя... Ой, смотрите, как у неё хорошо продуктивность скаканула. Ну, конечно, всё равно в среду она не получит своё повышение. Ну, это очень прям навряд ли. Так, отлично, потрясающе. У нас жарко стало. Резко и неожиданный маршал получил своё повышение. Ну, молодец, это хорошо. И ты хочешь повысить уровень навыки логики и провести разведывательные работы. Слушай, всё, втянулся. Втянулся, да, я тебя с этим поздравляю, ты молодец. Ой, какой ты у меня классный, слушай. Вот какой ты у меня сейчас классный, я просто не могу. Вот такого бы тебя на превьюшку, это же просто красота. Это же просто невообразимая красота. Вот так вот как-нибудь, да? Отлично. Всё, я нафотографировалась. Спасибо за то, что это посмотрели. Так, у нас почти 27 миллионов, но у нас сегодня понедельник, ребят. А это значит, что пришла пора платить по счетам и пришла пора платить дань мафии. Это очень плохо, это очень печально, но а что поделать? А что поделать? И давайте оплатим счета. Вот, давай, иди сюда, заплати по счетам. И да, у меня оба персонажа, кстати, такие довольно-таки подубитые, хотят спать. Слушай, Макинтош, это тебе не на руку, конечно. Что у тебя? Фух, слава тебе, господи, в перерыве рабочие дни. На этой неделе вот просто ты как хочешь должен продвинуться до третьего уровня. Ну, это понятно, до четвертого навряд ли нам светит, хотя, если ты постараешься, то, в принципе, можно было бы попробовать. Так, и ты у меня опять, я смотрю, заболеваешь, что ты все чешешься и чешешься, господи, где ты вообще был? Так, ежедневное задание. Просмотреть базу данных разведки. Ага, все равно это же самое задание. Слушайте, ну хорошо. Да, тогда мы быстренько его сделаем. Так, нет, не карьера, это сеть. Что, я все время на карьеру тыкаю? Просмотреть базу данных разведки. Все, давай, вперед. А я пока что на ваших глазах. Я пока что на ваших глазах. Вот, что нам деньги кодом. Так, для начала мы введем, конечно же, код разработчика. Вот, и теперь код на то, чтобы забрать у нас все наши деньги. Да, 1225 миллионов. Это, конечно, обидно, досадно, но ладно. Так, все, отлично, давай занимайся. И, ребят, у нас тут маршал с горем пополам, уже умирая, падая в обмороки, чесаси и вообще, что только с ним не творилось. Тут он почти в истерике тут бился, но все-таки он наконец-таки добил свое ежедневное задание. С чем я его поздравляю. И сейчас у меня немножечко-немножечко поспал. Сейчас я его разбудила, чтобы он помыл у меня ручки. Вообще-то, поднимал нужды. Я хочу его, конечно же, отправить к груши. Вот, кстати. Ну да, все правильно, получается, это же Джулия будет со своей стороны наставничать, а не маршал ее попросит, как бы. Вот, поэтому все нормально. Вроде как не должно быть никаким нарушением. Это я имею в виду по отношению к тому, что вот Джулия у нас знаменитость такая нарисовалась. В общем-то, что я хотела вам показать. У маршала, он, в общем-то, проснулся, и у него возникло желание устроить помолвку с Джулия. И-и-и-и-и, по-моему, это прекрасно. По-моему, это просто прекрасно, меня это очень радует. Я хочу это закрепить. Не знаю, может или нет. Ладно, пускай будет закреплено. Вот, хотя, нет. Не знаю, ладно. В общем-то, если что, мы запомнили. Мы запомнили, что маршал у нас все, он у нас созрел. Он понимает прекрасно, что Джулия у нас просто потрясающая женщина. Она его тренирует, она готовит ему кушать. Она вообще заботится о нем, как никто другой. Она его выловила, приютила к себе. Вот, и обещает ему помочь. Поэтому, да, он просто по уши в нее влюбился. Заново, скажем так. Хотя, на самом-то деле, он просто вспомнил свои чувства к ней. И решил, что да, надо действовать. Потому что она действительно этого заслуживает. И да, надо, надо. Уже надо. Слушайте, ребят, кстати, мне тут написали в комментариях, что теперь же можно блокировать компьютер. Вот, настройки безопасности компьютера закрыть для определенного персонажа. Давайте мы тогда для Джулии заблокируем. Вот. Да, теперь ты с ним ничего точно не сможешь сделать. Отлично. Маршалу, в принципе, пока что компьютер нужен. Потому что, ну, по работе нужно ему смотреть свою базу данных разведки. Поэтому, да. Ура, ребята! У нас в Сулане произошли изменения. У нас пошел дождь! Дождь! Дождь пошел, понимаете? Дождь, боже мой. Я так счастлива. У меня просто сейчас будут слезы радости. Посмотрите, Джилл уже готова к такому времени года, к такой погоде. Думаю, да, лучше себя обезопасить сразу. А что, нас может затопить? Слушай, ты как этот предвестник апокалипсиса сейчас тут у меня. Я тут сейчас так подумала. Не, ну, конечно, она вряд ли нас затопит. Но это дождь, ребята! Боже мой, я так счастлива. Я так рада. Вы не можете себе только представить. Так хотелось какого-то разнообразия. Так, слушайте, как у нас Джулия бережно выложила для своего любимого кокосик. Кстати, вот мне кажется, что это какая-то прям магия. Потому что в Династии своих персонажей я кормлю по несколько раз в день. И они постоянно какие-то голодные, какие-то уставшие. В апокалипсисе у меня персонажи реально едят один раз в день. Ну, Маршалу, вот, Маршалу, в принципе, можно тоже как бы один, но лучше два. Это вообще, это какая-то магия. Но мне это нравится. Мне это нравится, в принципе, это удобно. Так, отлично. Я думаю, хватит ему столько кокосиков. Джулия у нас, кстати, хочет заняться с ним в ухо. Но ничего у тебя не получится. Ничего у тебя не получится. Давай, моя родная, иди спать. Вот, тебе на работу вставать рано. Так что, так что, да. Пока мои персонажи отспаются. Кстати, Макинтош совсем чуть-чуть не отобил до четвертого уровня логики. Сказал, все, не могу, хочу спать. Ангелина, отстань. Ну, и я уже думаю, ладно. В общем-то, отстала от него, собственно говоря, да. Ура, ребята, дождь, дождь. Я безумно этому рада. Не знаю, как вы, а меня прям вот вообще аж это, аж радует, что что-то у нас происходит новенькое. Да, еще грозы. Слушайте, а что тут с нашим бельем случится? Кстати, мне вот очень любопытно. Я надеюсь, что с ним ничего плохого не случится. Ну, ладно. Будем, в общем-то, говоря, смотреть, конечно. Ну, что, ребятки, у нас с вами вторник. Полседьмого утра. И я вспомнила, что Джулии на самом-то деле сегодня на работу не надо. Вот, я уже просто испугалась, что у нее не выполнено ежедневное задание. Быстренько я всех подняла. Думала, сейчас что-то буду думать. Но потом я вспомнила, что ей-то на работу не надо. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что Джулия может спокойно спать. Что ты тут собралась жарить? У тебя на это нет абсолютно денег. Вот. Ну, а, кстати, сегодня тепло и небольшой дождь. Прогноз на сегодня. Муссо на сегодня. Будут грозы. Будет гроза сегодня, ребят. Наконец-то мы посмотрим на это чудо. На это чудо природы. Боже мой, я так радуюсь. Может быть, я еще сто тысяч раз об этом пожалею. Вот. О том, что у нас сегодня муссоны. Но я так их ждала. Мне так просто было, знаете, любопытно и интересно. Мелоди Хьюитт. Здравствуйте. Доброго утречка. Вот. Да. У нас, конечно же, персонажи спят. Ой, персонажи, говорю. Ну, Джулия у нас спит, да. Вот. Поэтому, пускай она себе спит. Я, пожалуй, ее вот так вот и оставлю. Смотрите, друзья мои, как прикольно выглядит остров. Мне кажется, что он прям вот поменялся. Потому что, ну, может быть, конечно, я накручиваю себя. Но мне кажется, что стало какое-то более холодное освещение. И, в принципе, вот, знаете, такая атмосфера. Вот реально как будто бы туман. И вот кажется, что, ну, как будто бы так холодно, вот, морозно немножко. Да, возможно. Вот. Хотя у нас, на самом деле, тепло. Тепло. И до сих пор не настали муссоны. Я их очень сильно жду, конечно же. Маршал у нас опять в полосочку. Тут был тигром. Вот только что выздоровел. Он сам там на этой работе, сам болеет, сам выздоравливает. Молодец. Молодец. Мужик, я считаю, да. Как бы да. Джулия у нас пока что экономит энергию. Спит. Ждет смирно своего любимого, когда он принесет домой добычу. Да. С помощью которой мы сможем себе наконец-таки приготовить покушать. Потому что уже даже Джулия проголодалась. Несмотря на остальное желудок. Ну, в общем-то, да. Я вот что вам хотела показать. Вот очень прикольно. Мне прям нравится. Мне прям нравится, как это все выглядит. Вот. Да. Если что-то будет интересненькое, конечно же, я к вам присоединюсь. Ребята, радостное событие. Макинтош только что вернулся со своей работы. Смотрит, думает. Это что? Это что, дождь? Ну, не слезы же. Слушай, все в порядке. Он у нас получил повышение. Ребят, молодец. Смотрите. Руководителем агентов он вернулся. Вот. Теперь он может пожать руку и усыпить. Вот. И получил кучу разных, в общем-то, плюшечек. Которыми мы не имеем права пользоваться, естественно. Вот. И, кстати, он принес домой денежку. За что ему огромнейшее просто спасибо. Я думаю, Джулия сейчас его просто вообще обнимет, расцилует. Правда, он очень сильно устал. Очень сильно устал. Давай, беги сюда трусцой. Это кто у нас такая? О, смотрите, новая симочка. Хали Лаунгха. Слушайте, мне кажется, что это... О, это точно русалка. Ребята, это русалка, потому что, посмотрите, посмотрите. Тут, по-моему, можно к гадалке не ходить. К нам на остров выбросила русалку. Маршал, беги скорее домой. Беги скорее домой. Спасайся, пока она тебя не проворожила такого красивого, симпатичного. Быстрее беги домой. Она почти тебя заметила. Она почти разобрала, что ты. Тут у меня такая моделька, конфетка, карамелька. Что ты смотришь? Она смотришь на свою награду. Ладно, хорошо. Все, слава тебе, господи. Смерть в океане миновала Макинтоши на сегодняшний день. И это же просто прекрасно. Так, Джулия. Джулия у нас как знаменитость имеет право общаться с Макинтошем. Поэтому давай мы его обнимем, пожалуйста. Скажем, что какой он у нас классный мужчина принес. Денежек теперь мы сможем приготовить ему покушать. Да, правда, его на работе покормили, но ничего страшного. Я думаю, что он не расстроится, если дома будет еда. Да, отлично. Джулия у нас грузненькая немножечко, да. Говорит, ой, любимый, ты пришел. Ты пришел, я так рада. Поздравляю. Это теперь я слышала руководитель своих этих... Как их там? Господи. Ой, не туда смотрю. Руководитель агентов. А, и что у нас? Дружелюбные действия. Какая милота. Завтра у нас рабочий день. Слушайте. У нас до пятницы есть три дня. Ребята, мы с вами просто обязаны. Мы с вами просто обязаны добраться до четвертого уровня. Ты слышишь меня? Ты просто обязан. Потому что у тебя впереди три дня. Но, конечно, нам нужно выполнять дружелюбные действия. Вот. Для этого нам нужно отлавливать персонажей. Это, конечно, может быть на данный момент тяжеловато. Потому что он у меня спадки хочет. Вот. С русалкой мы точно общаться не будем. Потому что нет. Ну, нафиг, кстати. Хельга, Хельга Старк. Ты тут будь аккуратна. Вдруг сейчас потопит тебя. Слушай, ты это аккуратно, осторожно. Седьмой уровень в кулинарии. Ничего себе. А когда ты успела? Слушайте, мне кажется, что у нее не было такого. У нее что, шестой уровень уже был в кулинарии? Откуда? Она же всю жизнь не готовила ничего. Она же всегда все Джером готовил. Ты уже успела седьмой уровень тут наготовить? Офигеть. Кстати, а у нас есть тут что-то новенькое? Стейк, ребята. Стейк. Вот это мы приготовим, знаете, когда? Вот это, вот стейк у нас будет по праздникам. Вот на свадьбу у нас будет стейк. И на день рождения, да, на день рождения обязательно приготовим стейк нашему мужчине. Ой, он будет просто счастлив, я уверена. Так, ребят, я вот что решила. Я решила, что раз уж у нас Джулия выспалась, прекрасно себя чувствует, в принципе, ей делать нечего, то Джулия у нас будет водить домой людей для того, чтобы маршал с ним мог общаться и прокачивать свое обаяние. Конечно, личность у нас тут Дестани Крэйзи. Вот, я думаю, вы помните, что она у нас тут ходила по нашему участку и оставляла мусор. И еще и нашему маршалу успела немножечко нахамить. Вот, но он уже, как видите, он уже забыл. Вот, давай, пожалуйста, проснись, проснись и пой. Да, поприветствуй, Дестани, дружески. Вот. Что это? Идти сюда. Нет, идти сюда не надо, ты просто поприветствуй, дружески. Вот. Вот, Дестани у нас сказала Джулии, что больше она на мафию не работает за хот-доги. На что Джулия сказала, что, в принципе, она всегда может прийти и покушать у нас, если ей это нужно, если ей этого хочется. Вот, да, маршал, тут кое-кто хочет поговорить с тобой. А, Дестани, что? Ну, здрасте. Да, здрасте. А что это вы к нам решили на кофеек зайти? Ой, ну, вы знаете, у ваша, я так понимаю, ваша супруга, да, пока что не супруга, но все в этом мире считают, что Джулия это уже официальная жена маршалла, как бы и окей, оскорбить с ней не надо. Давай обсудим с ней интересы, вот. Скажи, здравствуйте, да, я уже, знаете, я уже больше не засоряю на заказ окружающую среду. Про себя, наверное, Дестани думает, ну, по крайней мере, пока что мне не предложили никакой стоящей цены, а может быть и продолжу этим заниматься, конечно, но сейчас не об этом. Что это? Все, боязнь и гроз, ребята, началась, началась гроза, началась гроза, все, Макинтош мне об этом сообщил, Джулия это все равно, она у нас гроз не боится. Вот, сейчас мы посмотрим на грозы в Сулане, я надеюсь, что мы их сможем все-таки увидеть во всей красе. Боже мой, столько, мы уже успели сделать действия вот этих вот с очочками, которые должны были влиять на обаяние, и вообще абсолютно ничего, нам до сих пор не сообщили о том, что у нас навык поднялся. Так, ну, пока что, пока что вроде как спокойно, пока что вроде как спокойно, и это хорошо. С обаянием, конечно, с обаянием в апокалиписе очень жестко, нам нужно восьмой уровень, я не знаю, что мы будем делать. Так, ну что, у нас с вами утро, уже утро среды, практически 6 часов утра, все, Джулия наконец-таки доделала свое задание ежедневное, потренировала Маршала, вот, кстати, ему на работу на час позже, чем ей, да, давай переставай заниматься, я думаю, что тебе стоит почитать, или лучше логикой позаниматься, да, давай лучше с тобой пообдумываю ход и поиграем, вот, и если успеешь, то ты помоешься, вот, а Джулия у нас уже буквально через часок, вот, буквально через часок пойдет на работу, она у меня тут раковину починила и почистила, и да, кстати, она потеряла свою известность, чему я несказанно рада, поэтому да, вот ты можешь спокойно пообщаться с Маршалом, в принципе, давайте здесь с ним поговорим. Слушай, как ты себя чувствуешь? А то я смотрю, ты вчера просто убитый полностью пришел, да, просто понимаешь, новая работа, новая карьера, непривычно после стилиста, вот, кстати, ты мне, может быть, расскажешь, я вообще всегда, я как, вообще всегда был стилистом, ну, как тебе сказать, ты, нет, дорогой мой, ты не всегда был стилистом, более того, я тебе скажу, что стилист это вообще не твое, я не знаю, как тебя угораздило туда устроиться на работу, слушай, ты серьезно, что ли? Ну да, дорогой мой, у тебя, я тебе скажу, была работа намного поинтереснее, это что, связанное с тем, чтобы раскидывать мозгами? Так, куда плавать? С ума сошла, что ли, сумасшедшая? Это океан отравленный, ку-ку. Насмотрелась там на всяких климов морозов, думает, а что, может быть, и я затащу? Нет, не затащишь, сядь, сядь, сиди и говори с Маршалом, развлекая его, пока он тут сам себя тоже пытается развлечь. О, четвертый уровень логика, слушайте, хорошо, хорошечно, очень даже прикольно. Вот, давай, может быть, поднимем ему настроение, попробуем как-нибудь, да, скажи, ну да, в общем-то, слушай, у тебя действительно была карьера, связанная с тем, чтобы раскидывать мозгами, вот, и много опасностей было в этой карьере, да, но ты егерем, конечно, не был, не думай, вот, и там тебе небольшой спойлер, ты был кое-как связан даже с вампиризмом, приможешь ли ты себя представить? В общем, скажу тебе, в твоей жизни там вообще такой эпик произошел, что так сразу всего и не расскажешь. Ничего себе, слушай, так прикольно, а как мы смогли всего этого достичь в этом мире? Ну, знаешь, вот это уже другой вопрос, но я скажу тебе, что мы, что ты, что я, вообще мы с тобой были, конечно, побогаче, чем здесь, и все эти действия, они разворачивались на самом-то деле. Не совсем здесь, ты прав, да, здесь мы бы не смогли всего столько, конечно, пережить, все эти приключения. Все это происходило немножечко в другом месте, ну, ладненько, мне уже, в принципе, пора на работу, да, так что я, пожалуй, что пойду, поговорим об этом позже, ладно? Ну, хорошо, слушай, мне так любопытно стало, это просто капец, удачи тебе на работе, дорогая. Ой, спасибо большое, иди, отлично, ты как раз во внимательном состоянии. Вау, ничего себе, какой у тебя костюм, тебе вы, наконец-то, выдали костюм, ты не ходишь как бомж в свои разведывательные пункты. Слушай, ну я тебя с этим поздравляю, конечно, это, это да, это заметный рост, это, конечно, заметный рост. Так, кто у нас тут плавает? Ник Хьюит, ммм, понятно. А, кто это? Тайла Унгха, слушайте, это муж, да, это муж той русалки. А, и ты тоже русал, наверное, ну да, ну да, посмотрите, какой колоритный персонаж вообще. Слушайте, у нас тут после муссонов начал русалок прибивать к берегу. Офигеть, Тай, Тай, ты вообще просто огонь, мужик. Такие шрамы у тебя, интересно, откуда? Где ты успел их заработать? Белла, Белла, лови русалку скорее, лови русалку, пока ничего плохого не случилось. Ребята, вы просто посмотрите на эту красотку, вы просто посмотрите на эту красотку, я просто в шоке. Она принесла сегодня повышение, она знала, что у неё завтра выходной, и она выполнила мою мечту. Она принесла повышение, она теперь у меня звёздный тренер. Боже, Джулия, я просто не могу с тебя, какая ты крутая, какая ты у меня крутая, какая ты у меня умничка. Ребята, у нас восьмой уровень в карьере, боже мой, это просто. А, я не могу, праздник, да, в голове праздник, на душе праздник. Слушай, какая ты у меня молодец. И всё ещё руководить обучением фитнесу, да это вообще, ну просто, ну просто на раз-два. Да, следующее повышение, знаменитый культурист. Ой, слушайте, как клёво, нам осталось два уровня всего лишь взять, и мы закроем карьеру. И мы закроем карьеру нашей Джулии ещё семь дней до взросления. Давайте посмотрим, что у неё здесь. Завтра у нас выходной, окей. А потом пятница, суббота и воскресенье. Я вот прям, вот в воскресенье я думаю, что мы должны взять девятый уровень. Вот, ну это было бы, конечно, идеальный вариант. Вот, поскольку, в принципе, на таких ступенях уже предпоследних в карьерах нужно, как я отследила, в принципе, три дня для повышения. Хотя, смотрите, седьмого на восьмой уровень она перешла вообще за два дня. Но это, наверное, нам помогла та карточка шанса, которая дала нам малый рост продуктивности. Ой, слушайте, ну я так счастлива, я так рада! Боже, как круто! Кстати, у нас же с вами висит долг, десять тысяч, за то, что я пыталась посадить кокосы эти несчастные в клумбу. Да, которые не провезли, кстати. Кстати, у нас тут чистая, сухая, надо взять белье и убрать. Вот, отлично! Умничка ты моя! Слушай, какой у тебя крутой костюм, тебе так идёт! Ты такая красоточка у меня, я просто не могу с тебя. Ой, какая ты крутая у меня! Молодец, молодец, Джулия! Так держать! Чуть-чуть осталось, совсем осталось чуть-чуть, и всё. И потом свадьбы, и потом детки. И будешь сидеть дома, помогать им всем прокачиваться. Ну, кажется, та же просто. Так, у нас с вами висит долг десять тысяч. Я хочу, чтобы мы потихоньку расплачивались вместе с ним. Да, кстати, она у меня единственная, что бедняжка болеет, очень сильно старается, конечно, прокачиваться. Вот, и головная боль у неё уже который день подряд. Да, насчёт долга всё-таки. Я хочу, чтобы мы сейчас вот прям все денежки, что у нас есть, вычли. Вот, и у нас получается долг вообще десять тысяч, и отнять тысяча семьсот шестьдесят девять. Это у нас получится, нам останется выплатить восемь тысяч двести тридцать один. Так, ну давайте я прям сейчас вычту деньги кодом. Вот, мани ноль. Вот, отлично. И я запишу себе, что нам осталось восемь тысяч двести тридцать один семлёнчик. Вот, ещё маршал у нас, кстати, принесёт тоже денежку с работы. Поэтому я думаю, что этот долг станет ещё меньше. И вот так вот будем потихонечку вместе с вами выплачивать в конце-то концов. Давно уже пора на самом-то деле. Так, ну что, золотая моя, зайчик мой, давай с тобой почитаем что-нибудь, как всегда. Вот, развлечёмся, подождём пока маршал. Он у нас должен через час вернуться. Даже уже меньше, получается, чем через час. И, кстати, по поводу времён года я посоветовала с вами, ребятки. И мы вместе с вами приняли общее обоюдное решение. То, что мы всё-таки будем играть не в вечную зиму. То есть у нас будет не круглый год зима без остальных времён года. А у нас будут меняться времена года, но будет ядерная зима. Вот, зима у нас будет отыгрываться 28 дней, а остальные времена года по 7 дней. Вот, это для тех, кто не знает, я сказала. Так, ну что, наконец-то, наконец-то ты вернулся домой с работы. Всё, мужик устал, мужик просто в шоке. Что это такое? Что такое? Я не понял. Это как вообще? Это как называется? Что-то всё тяжко очень стало. А ты что думал, дорогой мой? А ты что думал? Покажи, что у тебя здесь. О, слушай, так ты у меня завтра должен повышение принести. Ага, это хорошо. Хорошо, ну слушай, давно пора. Давно пора. Четвёртый уровень, твоя жена на восьмом. Ты пока что гулял всё это время, балду пинал, вот теперь поженай плоды. Да, ну, четвёртый уровень. Да, надеюсь, что завтра он у меня его принесёт. Это, кстати, в принципе, в принципе, неплохо. У меня такая, знаете, теплится в сердце надежда. Так, ну что, Макинтош, давай, давай, беги сюда, вот сразу прям беги спать, наверное, вот. Потому что больше ни на что у тебя сил не хватит. Ну, а я буду заканчивать на этом нашу серию, ребята. Я надеюсь, что она с этими нарезочками и склейками сразу из нескольких дней не вышла. Слишком термоядерно длинной. Вот, буду очень сильно на это надеяться. И да, всем огромное спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Увидимся совсем скоро. А пока что всем пока. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха.